Активно работая лопаты, подростки из военно-патриотического клуба «Держава» убирают снег. Эта территория обычно закрыта и тщательно охраняется. Государственная граница. Сопка заозерная. Здесь могилы тех, кто защищал эти земли почти 80 лет назад. Бои были ожесточенные. Солдат закапывали быстро. Захоронения разбросаны по всей сопке. Но за каждым сейчас следят. Есть такое чувство, будто прям отдаешь дань. Ну, такое чувство героическое внутри, когда начинаешь откапывать все эти могилы, все захоронения. Прям чувствуешь все это. Все участники акции – воспитанники «Державы». Казачий военно-патриотический клуб в Хасанском районе начал работать 10 лет назад. На погранзаставы Хасанского района выезжают часто. Там подростки занимаются общепизической и военно-прикладной подготовкой. Особое внимание владению традиционным казачьим оружием. То, чему научились, потом демонстрируют перед жителями и гостями славянки. Это единственный район такой, трижды пограничный район, легендарный Хасанский. Он просто пограничный. И для молодежи как раз эта граница обеспечивает занятость. Это те же самые молодые ребята, адекватные ребята, здоровые ребята, крепкие, которые могут пойти и избавиться в профессию «Захидник Отечества» и служить на границе. Сегодня патриотическому воспитанию уделяют внимание со всех сторон. Работает власть, общественным организациям помогает, социально ответственный бизнес. Хорошо, конечно, и управление ФСБ России по Приморскому краю, и руководство пограноотряда, да, все это поддерживает, идет навстречу во всех этих вещах. И все это, говорится, постоянно движется в развитии патриотизма нашим молодым поколениям. В Приморье в этом году примут краевую программу по военно-патриотическому воспитанию. Поручение отдал Владимир Миклушевский. Глава региона подчеркнул, главная цель патриотического воспитания – сплотить всех жителей, независимо от их социального положения и возраста. Наталья Смоленинова, Данил Макарычев, Максим Евсеев, Анатолий Барышников, Павел Грушко и Юрий Кулешов. Панорама.